Здравствуйте, добро пожаловать на Credit Matter TV. Меня зовут Юлия Козлова и со мной в студии сегодня моя коллега Ирина Велиева. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Юлия. Мы с Ириной являемся аналитиками группы рейтинга финансовых институтов региона России СНГ. И мы недавно опубликовали отчет под названием «Публикация Банком России списка системно-значимых финансовых организаций вряд ли приведет к изменениям кредитных рейтингов». Ирина, не могли бы Вы коротко рассказать, в чем заключается план Центрального банка относительно системно-значимых финансовых институтов? Мы ожидаем, что в ближайшее время Центральный банк опубликует список системно-значимых банков. И согласно опубликованным критериям, мы ожидаем, что в список системно-значимых могут войти порядка 50 кредитных организаций, в совокупности составляющих около 80% активов банковского сектора. Это значит, что публикация данного списка окажет непосредственное влияние на банковский сектор России. Давайте поподробнее поговорим о том, какие могут быть последствия от публикации этого списка как на регулятивную среду, так и на конкурентную среду. Давайте начнем с регулирование. Если мы обратимся к опыту других стран, мы можем видеть, что в отношении системно-значимых институтов, как правило, регуляторы стремятся внедрить более жесткие требования в отношении регулирования и осуществлять за ними более жесткий надзор. Я думаю, что важно отметить, что специфической особенностью России является тот факт, что участники рынка, в том числе и сами банки, их клиенты, они зачастую воспринимают этот список, список системно-значимых банков, как некий перечень тех организаций, которые могут получить безусловную поддержку со стороны государства никогда не будут обанкротчены. И на наш взгляд, такое восприятие списка является неправильным, потому что основная идея создания системно-значимых банков заключается в том, что за крупными организациями должен осуществляться более жесткий и внимательный надзор с тем, чтобы предотвратить их возможное банкротство и с тем, чтобы минимизировать затраты регулятора на их спасение. И таким образом, мы ожидаем, что в отношении российских банков могут быть введены, допустим, повышенные требования к капиталу или более жесткие требования к качеству риск-менеджмента и системы внутреннего контроля. Ирина, если перечисленные тобой требования будут внедрены, как это отразится на финансовом секторе в целом? Соответственно, если будет применяться более жесткое регулирование в отношении системно-значимых институтов, это будет означать, что возможности для их роста будут ограничены, они будут нести более высокую регулятивную нагрузку, и в этой связи те банки, которые не попадут в список системно-значимых, поскольку для них режим регулирования будет менее тяжелым, они смогут получить конкурентные преимущества. Но при этом важно помнить, что, несмотря на то, каким будет регулятивный ландшафт, все равно мы считаем, что долгосрочным трендом в российской банковской системе является консолидация. Мы видим, что позиции крупных игроков усиливаются, и мы считаем, что эта тенденция обусловлена фундаментальными факторами, и в частности замедление экономического роста, которое мы наблюдаем, означает более высокую конкурентную среду и означает усложнение возможностей небольших и средних банков успешно конкурировать с крупными кредитными организациями. Спасибо большое за этот комментарий. Ирина, я бы также хотела обсудить с тобой наш подход Standard & Poor's, который мы используем для определения системно значимых финансовых организаций. Для начала, не могла бы ты пояснить, чем наш подход отличается от подхода центрального банка? Когда мы определяем, какие банки являются системно значимыми, мы ориентируемся на комбинацию количественных и качественных факторов, и прежде всего нас интересует, какие последствия дефолт того или иного банка будет иметь для финансовой системы данной страны в целом и национальной экономики. Соответственно, мы также, в отличие от центрального банка, для нас это не бинарный выбор между системно значимым и не системно значимым институтом, поскольку мы разделяем несколько уровней системной значимости, в частности низкую, умеренную системную значимость и высокую системную значимость для данной банковской системы в данной стране. И таким образом, поскольку мы понимаем, что наш подход и подход центрального банка основаны на разных критериев, мы ожидаем, что наш взгляд на то, какие банки являются системно значимыми, будет расходиться со взглядом центрального банка. Поскольку наши подходы могут отличаться, приведет ли публикация центральным банком списка системно значимых институтов к каким-либо рейтинговым действиям со стороны Standard & Poor's? Как мы говорим в нашем отчете, мы не ожидаем изменений рейтингов по российским банкам, поскольку наши рейтинги уже учитывают фактор системной значимости в том виде, в котором мы для себя его определяем. И если говорить о конкретике, то сейчас среди банков, которые S&P рейтингуют в России, 13 финансовых институтов классифицируются нами как имеющие высокую или умеренную системную значимость. И из этих 13 банков, 7 банков с преобладанием частного российского капитала напрямую имеют в своих рейтингах одну ступень дополнительно к уровню собственной кредитоспособности, вследствие того, что эти банки имеют умеренную системную значимость. И на наш взгляд регулятор и правительство Российской Федерации будет оказывать им экстренную поддержку в случае финансовых затруднений. Огромное спасибо, Ирина. Дорогие зрители, спасибо, что вы были с нами и до новых встреч.